Я не знаю, говорил ли вам Александр Васильевич, как наш курс будет называться, а называться он будет «Живое и неживое». Придумал я для него достаточно много разных игрушек. Что у нас в конечном итоге получится, зависит в первую очередь от вас, курс рабочий. Ну и давайте для начала вот о чем подумаем. Поднимайте руки, кто считает, что может отличить живой объект от неживого. О как! Ну, народ, вы кричели, опускаем руки. Задача формулирована вот таким образом. Вы прилетели на планету Бумбуюн. Вы первый человек, который на нее попал, про планету ничего не известно. Разобраться, есть ли на ту мою жизнь, а для этого надо уметь отличать живые объекты от неживого. Вот давайте у себя в тетрадочках, 3-4 минуты даю, подумайте. Составьте список признаков, по которым вы собираетесь отличать живое от неживого. Вот вы смотрите на что-то, да? Вам надо понять, живое ли. На какие признаки будете ориентироваться. Итак, нумеруйте признаки по неживому. Живое рождается, движет, питается. Стоп, стоп, стоп. Все записываем. Итак, рождается, значит, размножается. Согласны? Угу. Или даже давайте в вашу форму логики. Рождение, дыхание. Питание. Питание. Еще. Растет. Рост. Еще. Размножается. Размножается. Умирается. Ага. Умирается. Так. Отлично. Теперь посмотрите на свои списки. Вот кроме этих детей, может быть кто-нибудь еще? Можете сказать, что... Так, стоп, стоп. Давай договоримся. Здесь не выкрикивают. Поднять руку и сказать. Ваше руководство, пожалуйста. Миши. Движение. Важная вещь. Ну, без выкрики. Стоп. Только что-то говорили здесь. Не выкрикивают. Ага. Прошу. Реагирует. Отлично. То есть чувствительность. Живой объект может меняться в ту или иную сторону при изменении внешних слухов. Отлично. Дышит. Надо внимательно. Дефлекс. Еще раз. Дефлекс. Скажите, у морковки какие живы? Ну... А морковка живая? Ну, если я уже с эндергией, конечно, нет. У нас это правильно. Понятно, что морковка в супе не очень живая. А вот просто, самая обычная морковка. Конечно живая? Да, живая. У бодосинных-то есть рефлекс? А бодосинных живой или нет? Живой. Конечно живой. Так что рефлексы – это вещь, которая далеко не для всех живых организмов характерна. Ну, еще какие-то дополнения? Да. Состоятельно из клеток. Как это такое? Из клеток. Ага. Какое число вы в данном случае утребляете? Единственное или множественное? Ну, мылое, единственное. Тогда из клетки. Видите, и здесь есть некоторая сложность. Дело в том, что если вы сказали из клеток, да, то ваше определение не попадут все одноклеточные. Ну, из одной или больше. Вот. Вот это идея – клеточное строение. Вот это касается известных нам живых организмов планеты Земля. И мы будем исходить из того, что если мы найдем что-то, отвечающее этим свойствам, то, скорее всего, живых. Анатомическое исследование вас и комара даст один и тот же результат или разный результат? Разный. Разный. Кто из вас не живой? Кто, кстати, знает, кто из науки анатомия? Говорят это слово часто. А определение попробуйте дать. Что это такое? Наука о строении тела. Именно так. Наука о строении тела. Ну, и как по-вашему, у всех живых существ одинаковое строение тела или разное? Ага. Конечно, разное. Так что на анатомические различия я буду в последнюю очередь сфокусом. Слишком разнообразно строение жизни. Хорошо. А сейчас буду показывать фокус. Вот сейчас я по очереди пройдусь по всем пунктам и приведу вам некоторые примеры, а вы меня попробуйте опробовать. Берем первый пункт. Рождение. А кто мне вообще может сказать? Кстати, объединимых. Рождение и смерть. Рождение и смерть – это две конечные точки жизни, привычных для вас организма. Начинается жизнь с рождения, дощается жизнь с смертью. Классно. А теперь скажите, пожалуйста, а вот на нашей планете, не на какой-то мгуем, а на нашей, есть три бессмертные существа? Ну, я знаю. Одноклеточные. Конечно. Совершенно правильно. И гигантское количество. Не просто они есть, а их очень много. Все одноклеточные. Ну, про таких, как их назвал первооткрыватель, Левенгук, зверюшек, а не малькулярных. Так? Амеба, инфузория, что-нибудь слышали? Да. А, лично. Скажите, а с чего начинается жизнь амеба? С какого события начинается жизнь амеба или инфузория? С деревенью того? С культурной клетки. Клетки предшественника. Итак, жила клетка Вася, на определенном этапе клетка Вася поделилась на Машу и Петра Сергеевича. Сама клетка Вася при этом сохранилась или нет? Нет. Нет она ищет. Но дала начало двум другим организмам. Узнаю еще. Деление клетки предшественника это старость жизни амеба и инфузория. Чем кончится их жизнь? Разделение. Деление. Каждая из них опять поделится. А это и попробуйте дать определение смерти. А что же такое смерть? Конец жизни. Вот он, конец жизни. Это смерть? Прекращение жизнедеятельности организма. Прекращение жизнедеятельности организма. Ага. Можно так? Можно так. Но на самом деле потом налетим на одно исключение. Правда его иногда называют обратимой смертью. Одноклеточные очень многие способны сделать так уж на время выключить все жизненные процессы. Женедеятельность в них вообще прекратилась. Как положено в этом состоянии они стареют буквы или нет? Нет. Нет. Кто знает как такое состояние называется? Анабиоз. Совершенно верно. Если клетка полова анабиоз убить ее нельзя. Вот скажите можно ли убить этот слон? Нет. А почему не убить? А он не живет. Убить его разрушить, сломать можно, а вот убить нельзя. Ровно так же клетку анабиозу убить невозможно. У нее просто нет никаких процессов характерных для жизни. Сломать можно, правда, трудно. Так что клетки подающие анабиоз очень мощно защищаются от всего на свете. Почему анабиоз это обратимая смерть? А дело в том, что если условия баку становятся благоприятными, подходящими, так клетка просыпаются после смерти. Опять переходит в активное состояние, начинает питаться, дышать, расти, делиться и так далее. Как по-вашему, сколько времени может продолжаться вот эта обратимая смерть? Остановка жизни. Очень долго это сколько? Год, 10 лет, 100 лет, 1000 лет. Бесконечно долго не выйдет, потом поймете, почему физику запрещают. Не биология, а не физика. Здесь чисто экспериментальное про личную мерзлоту в суши. Ближе к северному и южному полюсу, иногда в Искоборе, находятся зоны, где земля никогда не оттаяет. Вода там всегда в состоянии веда, на некоторой глубине. Дело в том, что личная мерзлота это идейный консервант. Все химические процессы в ней страшно замедлены, и поэтому ученые России, США, Канады, Швеция, полярмстеров, к ним примакают еще британцы, из Германии ребята, исследуют вечную мерзлоту для того, чтобы определить какие процессы там могут. В частности, находят там вот такие клетки, которые давным-давно в полюсу и так а по порциям грунта в некоторых случаях можно достаточно точно определить время, когда он формировался. Канадыозы, кстати, способны споры некоторых растений муков, папоротников, они тоже подают в зону терезы. Слово одного из моих учеников Андрюшки Абрамова в лаборатории на водоподнике растет кристацинный садик более полумиллиона лет назад. Активированы споры растений, которые жили на земле именно в это время. А вот с бактериями удается еще еще три. Насколько я знаю, во всяком случае четыре года назад, древнейшая проба удалось активировать бактерии, впавших в анабиоз более двух с половиной миллионов лет назад. Жизнь в них замерла на два с половиной миллиона лет, а потом условия создали благоприятные и они опять стилируются. О, как бывает. Дело в том, что анабиоз в одном случае превращается в необратимый. То есть все, оживить нельзя. Кто догадался, в каком случае? Клетка в полу анабиоза. Преразрушается? Да, преразрушается. Поэтому истинная смерть это не просто остановка недеятельности, а еще что? Разрушение. Разрушение организма. Умерший организм начинает разрушиться. Отлично. А вот теперь давайте посмотрим на конец жизни анабиоза. Похож ли ее конец жизни на смерть? Нет. Вместо того, чтобы разрушиться, да? Полиция. Да. Смотрите, вместо того, чтобы получить разрушение вот этого тела, мы имеем два новых вполне работающих. Процесс прямо противоположный смерти. Так что без смертных организмов нас на Земле достаточно много. Одноклепно. Вопрос, а может ли вообще-то анабиоза анабиоза умереть? Да. Но для них это несчастный случай. Так? Ну, я бы у Васи слоплен, при этом тело Васи будет разрушено или погибнет? Будет разрушено, все, привет, Вася умер. Да? Но обязательно ли смерть для одноклепочного или скорее исключение, скорее несчастный случай. Да, не повезло. Не повезло. Итак, мы разобрали рождение и смерть, как они характерны для живых существ, рождение нового организма и размножение, все чудесно, отлично. А теперь фокус. Такой жидкий металл ртуть. Представляете себя? Да. Ага, представляете. Я взял капель ртути и уронил сюда, на стол. Что с ней произойдет? испарился. Далеко не сразу. Испарился на сверху. Именно так. Была одна капелька, а при ударе она расплещется и каждый кусочек ртути примет в ту же полный шар. Был один шарик ртути, после некоторого события несколько шариков ртути, меньшего размера. Объясните, почему неразмножение? Еще раз. Так, стол запрещенный ход. Вы смотрите, что вы делаете. Наша задача определить, что такое жизнь, да? То есть мы исходим из того, что мы не знаем, что такое жизнь. Так что говорить, что это неразмножение, потому что ртуть неживая, мы не можем. так они запрещены, так? Да. Потому что мы разрушили грудителя. Разрушили? Как же разрушили? Был шарик, получили шарик. Потому что она не сама, а под влиянием нас. А в отеле сама. Куда? Хорошо. Убираем влияние нас. Ртутная руда называется киноварь. Один из вариантов ртутной руды не ставит в себя выход киноваря, где-нибудь пещера, да? То есть камни лежат на полу пещера, а ртуть достаточно легко испаривается. Из киноваря очень медленно, но испарение происходить будет? Да. Будет. А на потолке что будет происходить? Конденсация будет скапливаться, порция уже жидкая, металлическая ртута. Отлично. А когда эта порция станет слишком большей, что произойдет? Упадет вниз, внизу что будет скапливаться? Разобьется на более мелкие. Почему она кричит о мелкие? И то, и другое событие без всякого вмешательства человека своим внутренним законам. А эти каплики станут потом еще больше. Отлично. Но это вы отсылаетесь к другому. Какому свой слушательному? Ростому. Ростому. Должен вас вчера знать. Что со гривенем будет с каждой этой микрокапликой? В воздухе висят поработать? Увеличусь. Конечно, увеличусь. Можете прямо сегодня, вернувшись домой, заложить очень простой опыт. Для этого нужно три вещи. Стакан, который можете взять у родителей. Нужен кусок нитки. Так. И нужно две, три чайные ложки соли. Ничего другого не надо. Что делается? Берете маленькую кастрюльку или металлическую кровь, всыпаете в нее три-четыре ложки соли, наливаете воды и ставите погреться, помешивая. Дело в том, что при нагревании растворимость соли в воде резко возрастает. Со временем у вас в горячей среде вся соль растворится. Кристаллы будут видны или не будут? Не не будет дно. Так после этого переливаете полученное раствор в баночку опускаете туда нитку чтобы нитка не прилипла к дну лучше сделать вот так вот ваш стакан возьмите вот так палочку привяжите к палочке нитку и вот так впустите и через день через два смотрите что будет с ниткой кто догадался на них покроются капли соли чтобы не капли кристалла отлично отлично лишняя соль ведь раствор у вас остыл пока он был горечий очень много соли могло створиться в воде теперь он остыл столько соли в растворе выдержав с ним выпадает излишек корни кристаллов кристаллам легче цепляться за какую-то неровную поверхность ну стенки у чашки ровные а нитка из волок поэтому кристаллики будут в первую очередь вот здесь хорошо а со временем что будет с размером этих кристаллов будет очень ага отлично дайте осознение роста для живых существ что такое рост для живых существ деление клеток значит амеба не растет но она из одной клетки как только она поделилась она перестала быть властью а осталась уже двумя другими ребят не мудрите не мудрите все очень просто степь улыбки сплошной сократ совершенствование развитие здесь все просто комбай увеличение размеров конечно увеличение размеров тела объясните пожалуйста с кристаллами что происходит то есть смотрим что-то сходное с рождением смерти с размножением и ростом есть и середине живых объектов отлично а теперь попробуйте объяснить что выдыхаем и какой же дашь на какой дашь меня ну давайте ребят перевыкайте мы дальше очень много будем пользоваться химическими знатными химических элементами кто знает как узнать челюсть кислорода О2 кто не знает обязательно запиши да отлично это вы предлагаете какое определение газообмена О2 меняется на какой газ на целый углекислый газ а про бес кислородное дыхание никто не слышал я слышал что это наиболее организм а сейчас виспле организма который дышит без всякого кислорода растения виспле виспле кислорода виспле кислорода виспле кислорода где-то на уровне бактерий кислорода не просто сильный а очень сильный яд так и нужно нам для одного единственного процесса но важность этого процесса настолько велика что живые клетки предпочитают выставлять шесть эшелонов защиты против действия этого яда для того чтобы воспользоваться преимущественно значит на самом деле дыхание в биологии называется совсем другое газообмен это одно дыхание совершенно другое если вы приведете такое укрепление дыхания тогда скажите пожалуйста а во время весного пожара так что будет происходить а ровно такой же процесс так огонь что живой получается это вряд да вроде понятно что огонь не очень живой сжигается еще раз сжигается у какого он в вас сжигается то есть кислород горючий да не совсем ага внимание сейчас уничтожу планету сколько у нас в атмосфере кислорода 23 ну 20 29 то есть у нас в атмосфере планеты 29% горючего газа согласны все все ребята все на земле кончилось я поджал кислород 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 абсолютно не горючий он поддерживает горение совершенно другого дела но сам кислород гореть не умеет понимаете хорошо если вы взяли искру в горючий газ закинули что с ним будет ну разумеется вы понимаете что сейчас я взорвал темною так так что как видите с дыханием сложное но дыхание настолько сложное настолько важный процесс что как следует мы с ним возиться будем дальше хорошо с питанием несколько полегче будет это я сразу говорю кто может рассказать что какое питание что в биологии называется питанием у меня еще есть классно слушайте давайте я немножко песка и ко мне с улицы принесу и вы покажете как вы имя позавтра открываете не совсем его производство производство ребят чертовски чертовски интересная вещь но к сожалению именно это учитывая очень многих слов говорить умные слова не очень хорошо понимая что они означают главное просто сказать в единицу времени побольше умных слов вот давайте на наших занятиях мы от этого будем отвыкать старайтесь говорить проще условие одно как следует понимать то что вы сказали то есть если вы что-то говорите вы должны уметь это делать и не будете ошибаться ради бога все люди ошибаются кто понимает какие люди вообще никогда не ошибаются которые вообще ничего не делают так а все остальные конечно ошибаются это не страшно страшно не учиться на собственных ошибках ошибаться не страшно итак питание будьте проще получение солей ладно я на перемене порекомендую вашей маме на обед вам дать только соль первый раз вы предложили минеральные вещества то есть песок и камня второй раз использовали другой термин на самом деле для того что да вот в других жилых орган опа а морковку какие живые организмы потребляют вас нападают хищные морковки и сон хорошо Питание органических веществ и как-то такое обоищество. Ага, очень неплохо, но только ли органические вещества. Скажите, а без поваренной соли вы обойдетесь? Нет. Нет. Исключительно быстро, то есть через несколько месяцев, у вас начнутся тяжелейшие проблемы в организме, которые кончатся смертью. Но ограничение вещества нерадостные. Хорошо. Получение строительного материала, энергии. Так, новое корректие действительно отлично, вы все равно по ольпу не прошли. Но давайте мы сначала все-таки поэзадом пройдем. Итак, питание очень просто. Получение всех веществ необходимых организмов. Точно. Получать их можно очень по-разному. Разное живое организм над делой совершенно по-разному. Вот. Но вот все процессы, которые приводят к получению нужных веществ, потом, видите, одно исключение есть. И называются питанием. Хорошо. А для чего эти вещества используются? Если вас не кормить, вам будет трудно. А почему? А для создания энергии в границе? Ну, для получения энергии согласен. И в качестве стройматериала. Совершенно верно. Хорошо. Берем. Итак, питание. Получение веществ из внешней среды необходимо для организма, для использования в качестве стройматериала и в качестве источника энергии. Классно. А теперь вспоминайте вот это, да? И судьбу капельки ртути. А не получают вещества из внешней среды? Вот это переставьте. Вокруг него раствор с соли. Почему он увеличивается в разы. Он не увеличивается, он скапливается. Из чего? Из-за варене соль. Берем вот этот перестал. Называем его обменяем Саша. Вот розовый перестал Саши. Для него внешняя среда это что? Все же нет. Непосредственно та внешняя среда, с которой он имеет контакт. Берем. Вода. Чистая вода? Соль. Раствор соли. Отлично. Вопрос. За счет чего растет Саша? Скапливается соль в него. На нем откуда соль? Из-за варене. Из воды. Из раствора. Не из воды, а из раствора. Отличный. Вопрос. За счет чего растете вы? За счет получения веществ. Откуда? Из растений. Из растений внутри вас вырастут? Из внешней среды. В чем отличие от крестового, Саша? В обоих случаях увеличение размера за счет получения веществ из внешней среды. В чем отличия? Хорошо. Движение. Такое движение вроде секунды. Отлично. Скажите, пожалуйста, а во время камнепада или снежная лавина? Весь материал, который находится на бурном склоне, находится в покое или в движении? Он что, от этого стал живым? Нет. То есть, движение характерно только для живых организмов или не только? Смотрите на поверхность моря, когда пойдете купаться. Она совершенно гладкая, как зеркало или нет? Нет. А что на ней? Волны. А волны стоят на месте? Нет. Ветер. Еще раз. Ветер. А ветер стоит на месте? Нет. Так что движение характерно только для живых организмов или нет? Нет. Дальше. Реакция, реагирование. То есть, изменение собственного состояния под действием внешних условий. Так? Хорошо. Я взял кусок пластилина и шарахнул по нему молоком. Он отреагирует или нет? Он отреагирует свою форму. Его состояние изменилось. Так? Я взял кусок стекла и по нему шарахнул молоком. Отреагирует или нет? Ну да. Да еще как отреагирует. Так что, видите, такое простое представление о реагировании, как просто об изменении тела под действием внешних сил, характерно одним и не только для живых организмов. Да? Но и вполне для меня живого. Вот. Ну, такое клеточное строение. Об этом мы с вами будем говорить совсем не сейчас. Одной простой причине. По той причине, что вы не очень представляете, даже если думаете, что представляете, пока что не очень представляете, что такое клетка, как на самом деле устроенные живут клетки, а не разобравшись в этом, ну, просто совершенно невозможно всерьезо взобраться с людьми. Это будет наша первая глобальная задача. На это идут первые 10 дней. Причем самое интересное, что 7 дней в 10 мы будем заниматься с вами почти исключительно физикой и химией. Потому что без этого современная биология абсолютно немыслима. Современная биология – это физика, химия и математика, а уж только после этого – зверюшки и морковки. Так? Потому что как следует понять жизнь, можно только если понимать, как она устроена. Суммируем. Это наша с вами первая часть. Как вы видите, взять и определить жизнь, просто наблюдая за отдельными признаками, не удается. Каждый из этих признаков может быть как у живого, так и у неживого объекта. Понимаете? Смотрите, мы весь список прошли. И увидели, что все эти признаки встречаются и среди неживых. А ну-ка теперь такой зачетный вопрос. Ну, после этого разбора. Может кому-нибудь придет в голову идейка, как все-таки отличить живой объект от неживого? Ну, выключайте нажмите. Или я вас совсем дефектизировал? Прошу? Давай. Ну, у живого объекта должны приняться все эти признаки. О! Гениально! Знание! Что мы переделали? Смотрите, что мы делали. Я вам каждый раз, за редкими исключениями, приводил новый пример. А можете ли вы назвать хоть один неживый объект, у которого все эти признаки вместе были? А вот такого неживого объекта нет. Так, давайте запишем коротко такую вещь. Жизнь не определяется через отдельные признаки живого. Только через... А! Только через... Общую систему всех признаков. Только дату никак и ночи.